В их роду мужчины долго не живут. Так говорили о нашей семье. В 48 лет умер мой дед. Когда отцу исполнилось 48, болезнь забрала его. И когда мой возраст приближался к этой роковой дате, я почувствовал неизбежность. Врачи обнаружили у меня рак. И смертельный диагноз, как приговор, каждый день приближал меня к черте, за которой нет надежды, нет жизни. Но в один день мне приоткрылась тайна. Тайна духовного мира. Есть вещи, от которых зависит наша жизнь. Они берут свое начало в духовном мире. Духовный мир реален. Духовный мир — это мир причин. Физический мир — это мир следствий. Существует два мира. Духовный мир — это мир причин. Духовный мир — это мир причин. Плохое или хорошее — это следствие, а причины сокрыты в духовном мире. Счастье и горе, здоровье и болезни, процветание и нищеты, радости взаимоотношений и боли потерь. Если в духовном мире на человеке лежит какое-то проклятие, оно обязательно будет проявляться в физическом мире. И сколько бы человек ни боролся с этим в физическом мире, оно не изменяется. Потому что духовные проблемы нужно решать духовными методами. Физический мир — это всего лишь мир следствий. Человек, который борется со следствиями, никогда не получает желаемого, никогда не увидит свои мечты осуществленными. В его жизни темная полоса благодаря огромным усилиям сменится светлой. Но вскоре опять придет мрачная череда проблем и неудач. И так всю жизнь по замкнутому кругу. Если на человеке лежит проклятие, на одиночество, на развод, венец безбрачия, сколько бы он ни старался добиться успеха в личной жизни, он всегда будет оставаться один. Потому что эту проблему нужно решать в корнях, а значит в духовном мире. Кто-то сегодня ищет счастье в семейной жизни, обвиняя своего ближнего в несостоявшемся браке и сокрушенных надеждах. Встретив новую любовь, многие в очередной раз женятся или выходят замуж, мечтая, что теперь все точно будет по-другому. Но семейная жизнь опять превращается в ад. И снова развод, снова ставшая привычными боль и разочарование, и снова одинокие дни и ночи. Если на человеке проклятие нищеты, сколько бы он ни старался зарабатывать деньги, он все равно будет приходить к долгам и проблемам. Этот вопрос можно решить только одним методом. Нужно разрушить проклятие нищеты в духовном мире. И тогда в физическом мире появится процветание и устройство, и проблемы уйдут. Прилагая множество усилий, мы стараемся изо всех сил добиться успеха. Если что-то не получается, анализируем причины, работаем над последствиями, пытаемся понять, где допустили ошибку, когда все пошло в неправильное русло. Задаем себе множество вопросов и пытаемся найти ответы в физическом мире. Если на человеке проклятие болезни, сколько бы он ни лечился, сколько бы он ни вкладывал деньги в лучших докторов, в лучшие лекарства, болезнь снова будет возвращаться и прогрессировать. За большинством болезней, хронических, за смертельными диагнозами, чаще всего стоят злые духи. Когда проклятие болезни разрушается в духовном мире, тогда в физическом мире, мире следствий, у человека восстанавливается его тело, исцеляется, уходит болезнь, уходит дух немощи. Человек становится здоровым. Люди в погоне за счастливой судьбой пытаются бороться со следствиями. Например, пытаясь избавиться от серьезной болезни, обращаются к лучшим врачам, покупают самые дорогие лекарства, тратя на это целое состояние, делают все возможное и невозможное. А исцеление так и не приходит. Болезнь, когда муклов меч, нависает над их жизнью, окутывая своими мерзкими щупальцами, разрушая тело человека. Самое распространенное проклятие, которое существует, это родовое проклятие. Это проклятие, которое передается нам от предков. Когда человек проживает судьбу своих родителей, когда болезнь, которой болел дед, которой болел отец, она вдруг появляется у тебя. Когда гипертония, от которой умерла бабушка, инсульт, от которого умерла мама, и вдруг в затылок тебе дышит высокое давление, гипертония. И ты чувствуешь, что этот дух смерти ходит по пятам. Причина твоей болезни это может быть родовое проклятие. Когда ты видишь, что та же самая болезнь, от которой умирали твои близкие люди, она появилась у тебя. Я хочу тебе сказать, мой друг, родовое проклятие должно быть разрушено. В момент разрушения родового проклятия, первое, что ощущает человек, сильную уверенность внутри. В том, что с этого момента все в его жизни будет по-другому. Приходит исцеление в его тело, счастье в дом, мир и покой в душу, успех в делах и процветание. Все зло, которое было в его жизни, оборачивается в добро. Человек чувствует поддержку рядом, и ему кажется, что весь мир у его ног. Но существуют родовые проклятия, наведенные проклятия. Когда человек идет с презентацией, довольный и счастливый, с букетом цветов, он переступает порог своей дорогостоящей квартиры. Но бабушка, которая жила недалеко, она насыпала соли под порог, что-то говоря про себя, непонятные слова, которых никто не слышал. Человек переступил порог, его голова резко заболела. Он обратился в больницу, прошел месяц, рак головного мозга, и вот шикарные похороны. Друзья не поймут, что случилось, почему жизнь человека оборвалась. Дорогие друзья, причина – наведенное проклятие. Зависть и ненависть – эти два чувства, заставляющие людей проклинать и пророчить неудачу. Наведенное проклятие. Эти проклятия приходят, когда человек своими действиями и словами открывает в свою жизнь или жизнь другого человека двери для дьявола. И сегодня существуют эти люди, которые духовно могут уничтожить человека. Они наводят порчи. Я знаю точно, что наведенное проклятие может быть разрушено. Я знаю силу, я знаю силу, которой может быть разрушено любое родовое проклятие, любое наведенное проклятие. И сегодня вы должны услышать, что это за сила, которая может разрушить проклятие в духовном мире и принести благословение в жизнь человека вместо болезни – здоровье, вместо нищеты – процветания, вместо одиночества и сиротства – счастливую семью, счастливое будущее. Я знаю эту силу. Я хочу, чтобы ты услышал. Это сила Святого Духа. Соприкоснувшись со сверхъестественной силой Святого Духа, ты можешь полностью изменить свою жизнь. Святой Дух пришел на землю освободить тех, кто находится в оковах рабства, и в месте пепла дать ему украшения. И вместо плача излить елей радости, и каждого одеть в славные одежды победителя. Познав его всемогущую силу, ты изменишь свою судьбу. Ты увидишь чудеса благодаря силе Святого Духа. И сегодня я хочу, чтобы мы вместе посмотрели, что делает Святой Дух с жизнью людей, которые были на грани, а кто-то был за грани. 2 октября я была на колледже, и пастор говорил, что вы не можете быть успешными в какой-то сфере, если у вас поражение в Духе есть. И что бывает, что это поражение, оно как породу через колдовство передается. И я поняла, что почувствовала, как Дух Святой мне подсказал, что есть какое-то поражение в моем Духе. Сейчас Бог хочет, чтобы я молился, и я прямо ощущаю, что Он делает. Это касается личной жизни. Прямо сейчас, во имя Иисуса. И я чувствую, что есть определенная работа, которая происходит сейчас, и Бог как будто высовывает. Сейчас я вижу, как будто высовывают клинки, прямо такие, как будто клинки, прямо высовывают из твоей души. Прямо сейчас это то, что застопорил дьявол, твою личную жизнь. Но прямо сейчас приходит исцеление и прорыв во имя Иисуса. Когда уже началась молитва, то у меня как что-то внутри голос даже не мой говорил. Не молись, не молись, не молись сейчас. Но когда пастор сказал, что я должен сейчас молиться за поражение в личной сфере, то я почувствовала, как внутри меня что-то начало живое, шевелиться и подниматься. И когда меня вывели на сцену, я смутно помню, то я освободилась. И я это почувствовала, как будто какой-то кол вышел с меня. Когда я упала, то Дух Святого на ушко мне прошептал. Такой голос был тихий-тихий, что произошел обмен на кресте. Говорит, я забрал поражение в личной жизни, в роду. Говорит, а тебе в Дух даю благословение в личной жизни. И ты даже не представляешь, какой ты будешь счастливой в личной жизни. Когда я пришла домой, вечером мне звонила моя мама за 200 километров. И именно в такое время она мне звонила, говорит, Катя, я не знаю, что со мной было, я была просто на служении 2 октября. Я говорю, мама, во сколько это было? Она говорит, где-то с двух до трех. У меня просто посредине служения началось освобождение. И когда служители за нее начали молиться, то я говорю, мама, чего ты освобождалась? Она говорит, от колдовства в семье, на личной жизни, по роду. И говорит, я почувствовала, как кол какой-то вышел из меня. И я поняла, что Бог именно освободил наш род от этого поражения в духе, на личной жизни. После освобождения я реально поняла, что бесы — это живые личности, что они контролируют и дают мысли, чувства, слова человеку, если они в нем живут. Очень важно быть на колледже каждый день. Очень важно не опаздывать, не пропускать ни одного служения. Потому что ты находишься как в концентрате помазания Духа Святого. Ты постоянно в молитве, ты постоянно в учении. И Дух Святой работает над твоим разумом, он работает над твоей душой, над твоим духом, он работает над твоим сердцем. И в какой-то момент настолько ты открываешься перед Богом, что происходит взрыв, Дух Святой к тебе прикасается, и ты освобождаешься. Колледж — это то место, где помазание Духа Святого сильно двигается и освобождает людей. Так что приходите на колледж, на гору Моисея и получайте свое чудо в каждом дне, на каждом уроке от Духа Святого. Сегодня мы видим множество свидетельств, когда люди рассказывают о том, что они умирали, и они были исцелены. Подтверждение докторов, врачей, люди, которые были выписаны из больниц для того, чтобы добыть свои последние дни в родном доме. Когда они соприкасались с силой Святого Духа, их тело изменялось, проклятие разрушалось, и в их тело приходило исцеление и здоровье. Сегодня они свидетельствуют об этом. В середине сентября 2010 года я почувствовала себя плохо. Обратилась в больницу. Меня обследовали и сказали, что у меня диагноз — рак шейки матки. Когда мне сказали такой диагноз, я поняла просто, что я обречена. Понимаете, просто. И у меня было только два выбора. Или Бог, или операция. В операцию я мало верила, потому что я понимала, что такое рак. Когда позвонила пасторе Оксана, она сказала, что никакой операции. Приедь на колледж. Мне сказали, что там будут ежедневные молитвы о бесцелении, о освобождении. И я выехала туда, на колледж. В один день, когда было очень такое сильное помазание в зале, оно ощущалось, понимаете. И тогда я просто криком закричала Богу. Я ощущала, как будто между мной и Богом что-то стоит. Я говорю, Господи, Дух Святой, что стоит между мной и Тобой, что Ты не подходишь ко мне. Прямо так и говорила. Представляете? И вдруг я реально вспомнила один мой проступок. Я была молода и работала в больнице. И я вытряхивала из карманов, чтобы отнести на прачечную. И в одном из халатов, когда я вытряхнула одной женщины, кто это было, я не знаю, я не помню, потому что я проходила десятки. Я вытряхнула по тем временам большую сумму денег. 120 рублей. Ничего не стала нигде спрашивать, просто взяла и забрала. Но пришла женщина. Она была такого, знаете, может быть, не совсем пожилого возраста. Она была очень больна. И говорит, что девочки, вы не находили в халате деньги. И я, знаете, как будто меня что-то внутри обличило меня, знаете, вот так вот. И я спросила ее, а какая сумма была у вас в халате? Она говорит, 90 рублей. Я нашла 120. Но внутри себя я ощущала, что что-то здесь не то, понимаете? С этими названными суммами, ну что-то не то. Вот внутри мне было неприятно. Но так как вокруг стояло столько людей, я все-таки промолчала. Она обращалась к нам с мольбой просто, просила отдать эти деньги, если вы девочки нашли. Но было такое ощущение, что она больше смотрит на меня, понимаете? Но так никто эти деньги, конечно, в том числе и я, никто их не отдал, а другие люди просто не могли ей отдать. В тот момент, когда я спросила Бога, у меня ясно перед моими глазами стал этот эпизод моей жизни. Я реально во всех подробностях увидела этот момент. И я тогда просто закричала, говорю, Господи, я ничего не могу уже сделать. Я совершила этот грех, я знаю это, но я ничего сейчас не могу сделать. Если бы можно было вернуть назад, я бы отдала, и ты видишь мое сердце сейчас, даже больше, чем я взяла. Но там было 120 рублей, и вот у меня 120 гривен. Я отдаю, Господи, ты видишь мое сердце. Прими это, Господи, это мое покаяние. И вот я только не знаю даже, кому их отдать. Я отдам их просто человеку, который нуждается в этом сегодня. Я когда отдала эти деньги, вы знаете, было такое ощущение, как будто с меня что-то ушло. Я ощутила просто себя лучше, но все равно, как будто меня, знаете, что-то держало. И так как пастор Владимир вызывал на молитву исцеления, я выходила на каждую его молитву. Когда он молился, у меня какое-то что-то такое стало выходить. Знаете, вот меня кинуло, меня подняли, он несколько, опять помолился за меня. И я освобождалась, реально освобождалась. Я почувствовала себя лучше. По окончанию колледжа я приехала домой. Мы с мужем сели в машину и поехали в область на обследование. Когда зашла, она говорит, я вас слушаю. Я говорю, я хочу, чтобы вы меня посмотрели все внимательно, гинекологически. И она меня так внимательно посмотрела, понимаете. Она говорит, ничего здесь у вас нет. Вы абсолютно здоровая женщина. Но я все-таки возьму вам анализы. Поэтому через две недели вы подъедете ко мне. Конечно, две недели это для меня, знаете, прошли в таком этом ожидании. И когда я приехала, она мне дала эти анализы. Она мне сказала, что рака нет, подозрения даже на рака нет. Когда меня врач проверяла, она мне все сказала. Я говорю, слава богу, слава богу. А потом только дверь закрылась в коридоре. Я вот так к мужу, а он так сидел далековато, в углу, в уголку отдельно. А перед дверями сидели люди. Я никого не видела. Я так к нему, так пригнулась, знаете, низко-низко к земле. Я так подбегаю к нему, так прыгнула так на него. Он аж отпрыгнул туда, на ту сидушку на стуле. Я говорю, Вася, я здорова, Вася, я исцелена, бог меня вылечил. Но я бы хотел, чтобы таким же свидетелем великой Божьей славы стал ты. Чтобы твоя болезнь, твоя проблема, твое проклятие, оно рухнуло прямо сейчас. Чтобы в твою жизнь пришел мир. Чтобы в твою жизнь пришло здоровье. Чтобы в твой дом пришло процветание. И сейчас я хочу молиться за тебя. Прямо сейчас, в этот момент, я прошу тебя забыть обо всем. Сосредоточиться на этой молитве. В этот момент, когда ты почувствуешь тепло, которое будет проходить по твоему телу. В той области, где у тебя болезнь. В этот момент начинай делать то, что ты не мог делать. Если вы не могли двигать ногами, когда вы почувствуете тепло в своих ногах, делайте то, что вы не могли делать до этого. Вставайте на свои ноги, начинайте двигать своими ногами. Если у вас была боль, и вы не могли дотронуться до какой-то части тела, возможно, это онкология. В этот момент, когда пройдет тепло через ваше тело, начните делать то, что вы не могли. Дотроньтесь и надавите туда. Я знаю, что сегодня Бог, Он хочет исцелить тебя. В духовном мире, в мире причин, сейчас прямо разрушается проклятие. В физическом мире мы видим Божье исцеление в теле. Прямо сейчас, дорогой великий Бог, я прошу тебя, коснись своей великой силой у экрана телевизора. Каждого, кто сейчас молится, обращается к тебе, я прошу тебя, Дух Святой, коснись во имя Иисуса. Сила Твоя пусть пройдет через тело прямо сейчас. Я разрушаю родовое проклятие болезни прямо сейчас именем Иисуса Христа. Я разрушаю проклятие болезни, проклятие онкологии. Я разрушаю проклятие эпилепсии прямо сейчас. Проклятие слепоты, артрита, артроза во имя Иисуса. Я разрушаю сейчас проклятие инсульта, инфаркта, гипертонии прямо сейчас. Всякая язвенная болезнь пусть исчезнет прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Панкреатит, холецистит, калит, гепатит во имя Иисуса пусть будет разрушен прямо сейчас в этот момент. Последствия травмы позвоночника, тазобедренного сустава прямо сейчас. Пусть будет полное исцеление во имя Иисуса. Я молюсь за щитовидную железу, во имя Иисуса Христа пусть будет полное исцеление. Я молюсь за головной мозг прямо сейчас во имя Иисуса пусть придет полное исцеление. Опухоли, кисты, метастазы прямо сейчас. Я повелеваю прямо сейчас исчезнуть во имя Иисуса. Я разрушаю проклятие прямо сейчас. Дух Святой, я прошу тебя, коснись своей исцеляющей силой. Камни в почках, в желчном, прямо сейчас во имя Иисуса пусть исчезнут. Я повелеваю вам, камни исчезнете прямо сейчас. Исчезнете прямо в этот момент во имя Иисуса. Полное исцеление пусть приходит. В области кожи, прямо сейчас, там где были экземы, прямо сейчас полное исцеление во имя Иисуса. Гайморит пусть будет исцелен во имя Иисуса. Полное исцеление. О мой великий Бог, я прошу тебя прямо сейчас пусть будет разрушено родовое проклятие. И сейчас, именем Иисуса Христа, я разрушаю родовое проклятие, болезни, одиночество, нищеты во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Прямо сейчас я разрушаю всякую порчу и наговор, всякое наведенное проклятие. Прямо сейчас я разрушаю именем Иисуса Христа во имя Иисуса. Дорогой Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Твоя сила сейчас коснулась и прошла через тело во имя Иисуса. В присутствии Твоем, Святой Дух, я сейчас силой Твоей и именем Иисуса Христа отменяю смертельные диагнозы, смертельные приговоры. Во имя Иисуса, прямо сейчас, дорогой Дух Святой, коснись, и мы обещаем Тебе прославить Твое святое, драгоценное имя. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Дорогой мой друг, прямо сейчас сила Божья прошла через Твое тело. Сила Святого Духа, Великого Бога, прошла прямо через Твое тело. Через те места, где была болезнь, и Ты получил исцеление. Прямо сейчас вставай на свои ноги, проверяй себя, делай то, что Ты не мог сделать. Пусть в этот момент Твои уста прославят Бога, Твое сердце восхвалит Бога. Да будет так. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!